В прошлом году администрация Краевого центра приняла решение временно закрыть ЗАГС на реставрацию. На сегодняшний день работы почти окончены. Повесить картины и шторы, украсить залы – осталась самая малость. Совсем скоро обновленные стены будут готовы принять первых посетителей. Многолетнее здание не знало ремонта порядка много лет. Теперь место ветхий перекрытий занимают прочные бетонные. А старинная лепнина приобрела новый вид. Здесь в архивах хранятся документы почти столетней давности. В помещениях все оборудовано по последним стандартам. Здание, по своей сути, было аварийным. И основная проблема и задача, которая стояла, это ликвидировать аварийность. Эта задача была выполнена. Также новый вид приобретает средняя общеобразовательная школа номер 32. С 2008 года Ставропольская администрация регулярно помогает руководству приводить здание в порядок. Реконструкция пищеблоков, отделка коридоров, установка пластиковых окон – это только часть списка, чем городская власть смогла помочь школе. Планов на следующий год тоже немало. Нужно отремонтировать первый и второй этажи. Фасадную часть и санузлы во всем здании. Андрей Джадоев заверил – школа без помощи не останется. У 32-й школы особые функции. В спортивном зале на базе учебного заведения, кроме обычных детей, занимаются ребята с ограниченными возможностями. Комфортное пребывание каждого ребенка – важная задача для муниципалитета. Во время сегодняшнего рейда были обозначены и другие приоритеты. В этом году отремонтированы около полусотни образовательных учреждений города. В некоторых работы продлятся до середины августа, после чего двери уже обновленных школ и детских садов откроются для жителей краевого центра.